Привет, это канал Озеро с обзором трансовых плит с электрическим приводом и дистанционным управлением. Это уникальная по характеристикам и цене разработка украинской компании Stronger. И для начала несколько слов о том, что же такое трансовые плиты и для чего они нужны. Трансовые плиты с электрическими актуаторами – это устройство для дистанционного изменения геометрии днища корпусных лодок. Они выполняют несколько функций. Во-первых, убирает эффект дельфинирования и облегчает выход лодки на глиссер путем уменьшения тангажа. Это происходит за счет создания дополнительной подъемной силы на корме. В этом случае положение плит изменяется синхронно. Во-вторых, позволяет легко и быстро устранить боковой крен лодки на ходу. Для этого достаточно при крене на правый борт опустить правую плиту, а при крене на левый борт – левую. Итак, в чем же преимущество трансовых плит от компании Stronger? Высокая мощность актуаторов. Каждый из них развивает усилия в 3000 ньютонов или 300 кг. И это значительно больше, чем у аналогичных моделей других брендов, не говоря уже о саморегулирующихся плитах, у которых этот параметр составляет около 400 ньютонов. Выгодная цена, особенно если учесть впечатляющие характеристики модели. Надежная защита от коррозии актуатора, плит и корпуса лодки. Дистанционное управление непосредственно с консоли. Компания Stronger выпускает три модели трансовых плит для лодок длиной от 4 до 6 метров, от 4,8 до 7,5 метров и от 6,4 до 9 метров. Все они имеют одинаковую комплектацию и отличаются только размерами и формой плит. Размер у самой младшей модели 300 на 220 на 160 миллиметров, у средней модели 300 на 300 на 160 миллиметров и у самой большой модели 300 на 300 на 250 миллиметров. Внутри коробки находится инструкция на трех языках, украинском, русском и английском. Она содержит всю необходимую информацию о плитах, пошаговую инструкцию по установке на лодку и рекомендации по эксплуатации. Это облегчает установку плит и позволяет избежать ошибок при их эксплуатации. Все варианты инструкции можно будет скачать на сайте озеро.ua. Гарантийный талон с гарантией на 14 месяцев. Две плиты из нержавеющей стали. Сразу обратите внимание на их форму. Они имеют изогнутые края, что повышает их жесткость. Каждая плита соединяется с планкой для крепления к корме лодки. Это соединение подвижное, что позволяет плите подниматься и опускаться. Важно, что плита и петля крепления трансовой плиты соединяются по всей длине. Это намного надежнее, чем соединение с помощью двух петель. Панель с двумя трехпозиционными кнопками отдельно для правой и левой плиты. У кнопок три положения – вверх, вниз и нейтральная. Два актуатора – правый и левый, внутри каждого из которых располагаются мощные электропривода. Актуаторы практически полностью закрыты полимерным кожухом и надежно защищены от воды. Два провода с разъемами для подключения к кнопкам управления, гнезда на которых сделаны таким образом, что перепутать их просто невозможно. С другой стороны, провода подключаются к таким же проводам, идущим от актуатора. Для защиты от воды место соединения герметизируется термоусадочными трубочками. Они тоже поставляются в комплекте с плитами. Четыре монтажные площадки для крепления актуаторов к плитам и трансу лодки. Они также сделаны из нержавейки для максимальной защиты от коррозии. Комплект крепежных элементов. Их полностью достаточно для установки плит на лодку. Обратите особое внимание на вот эти Т-образные шайбы. При установке плит на транец они вставляются в отверстия на монтажной планке и обрезаются заподлицо со стороны транса. И только после этого плиты прикручиваются к трансу. Это абсолютно исключает контакт между алюминиевым корпусом лодки и нержавейкой плит. А значит и гальваническую коррозию алюминия в месте крепления. Для этих же целей служат четыре прокладки, которые ставятся между элементами трансовых плит и трансом лодки. Теперь, когда с комплектацией мы разобрались, давайте установим плиту и посмотрим, как она работает. И для этого мы будем использовать вот такой вот импровизированный транец. В исходном положении плиты располагаются параллельно днищу и являются как бы его продолжением. Ну что, давайте наконец-то посмотрим, как они работают. Нажимаем кнопку вниз, актуатор сразу же включается и опускает плиту. В любой момент его можно остановить, установив кнопку в среднее положение. В нижней точке актуатор отключится автоматически. Чтобы поднять плиту, переключаем кнопку в верхнее положение. И точно так же при достижении верхней точки происходит автоматическое отключение актуатора. Во время движения для более легкого выхода лодки на глиссер опускаем обе плиты. В этом случае возникает подъемная сила. Она поднимает корму, выравнивая тангаж. И лодка значительно быстрее и легче выходит на глиссер. И чем сильнее вы опустите плиты, тем больше будет подъемная сила. Так что изменять ее вы сможете в зависимости от ситуации или от личных предпочтений. А если во время движения возникнет боковой крен, ну, например, из-за неравномерной нагрузки или других причин, выровнять его тоже не составит труда. Нужно просто опустить плиту с той стороны, на которой крен до тех пор, пока не выровняется. Итак, трансовые плиты с электроприводом Стронгер – это эффективный способ для устранения поперечного и продольного крена, дельфинирования, а также для максимально быстрого выхода лодки на глиссер. Модель с дистанционным управлением отличается высокой надежностью, мощными актуаторами, отличной защитой от коррозии и комфортным управлением. Ну а выгодная цена трансовых плит Стронгер делает их лучшим предложением на рынке. Понравился наш обзор? Ставьте лайк и не забывайте подписаться на наш канал. А чтобы не пропустить новые обзоры, жмите колокольчик и получайте уведомления, чтобы посмотреть их первыми. Возникли вопросы или хотите поделиться своим опытом использования плит? Пишите в комментариях. Мы с удовольствием прочитаем ваши отзывы и ответим на все вопросы. Ну и как обычно, до встречи на озере!